Мы сегодня с вами поговорим. Тема у нас была методы работы, как определиться с методом работы вообще для роста. То есть это очень актуальная тема. Почему? Потому что много людей, которые приходят в бизнес, не знают с чего начать и как определиться. Ну, прежде всего, нужно понять, что вы можете. То есть, во-первых, финансовую составляющую, второе время, которым вы располагаете для ведения этого бизнеса и так далее. То есть, если у вас, например, взять много времени, но нет денег, вам подойдет такой метод, как метод спама и ведения личного бренда. Почему? Потому что на это затрачивается много времени. То есть, если же у вас нет времени, но есть деньги на рекламу, я не говорю про две тысячи в месяц. А именно, давайте, по праве я всегда говорю, сейчас для того, чтобы получать хорошие результаты, нужно, ну, минимум это пять тысяч. Самый-самый-самый-самый минимум это пять тысяч каталогов. То есть, десять тысяч в месяц. Лучше всего выделять на рекламу. Поэтому вам здесь вот нужно определиться, каким методом вы будете работать. И второй, нужно определиться, какие люди вам нужны. То есть, большинство людей еще не могут понять, какая целевая аудитория им нужна. То есть, или вы хотите сначала доход, а потом звание, или вы хотите сразу же идти на новое звание. Я имею в виду звание не директор и старший директор, а именно уже драгоценные статусы. Здесь вот нужно определиться, как вы будете работать вот еще в этом моменте. Почему? Потому что на покупателях вы максимум поставите только старшего директора. То есть, если вы хотите идти дальше старшего директора, это серебряный, золотой, рубиновый и так далее, вам нужно определиться, каким методом вы именно будете работать. То есть, сейчас на данный момент несколько способов приведения бизнес-партнеров. Это адресный репортинг в простонародье спам. То есть, просто он может быть разным. То есть, можно просто создать фейковые страницы и рассылать по людям действительно спам. Но это тоже, этот метод работает. Главное научиться общаться. Но на такую страницу реже добавляются люди. Почему? Потому что, как она оформлена, люди все равно, прежде чем ответить человеку, сами себя заметьте, когда вы заходите, когда вам кто-то что-то написал, вы заходите в его профиль и посмотрите, что это за человек. То есть, если на этом профиле будет просто страница, которая о бизнесе, то есть, непонятно, какой человек. Это, прежде всего, бизнес отношений и бизнес общения. То есть, а как он с вами познакомится, если у вас там нет своих фотографий? Соответственно, и фотографии должны быть желательно хорошего качества, профессиональные. Почему? Потому что есть такая поговорка, встречает по одежке, провожает по уму. То есть, первый фактор вы должны уже выяснить. То есть, если хотите, чтобы к вам лучше добавлялись люди, вам нужно оформить свои даже рекрутинговые страницы належащим образом, чтобы к вам лучше добавлялись люди. И, соответственно, людей располагают, когда человек серьезно относится к бизнесу и когда у него хочется заходить на эту страницу. Почему? Потому что качественные фотографии, то есть, всегда располагают. И вот здесь вот нужно. Второй способ – это личный бренд. Но здесь есть одно большое «но». Сколько бы вы не писали красивые посты, под вашими постами всегда должно быть какое-то подтверждение вашего успеха. То есть, это, соответственно, рост. Но я сразу же говорю, личный бренд нужно с самого начала, вот если вы пришли, нужно начинать его вести, показывать свои результаты. И вот еще как раз вспомню, на брендовых страницах, если вы все-таки хотите продукт делать, то чем реже, тем лучше. То есть, даже не через пост, а раньше. То есть, один раз в пять постов может быть о продукте. То есть, остальное должно быть о вас, о бизнесе и так далее. То есть, в принципе, сейчас есть много сервисов, даже если вы вдруг не умеете писать посты, есть всегда, вот есть робот с Алисой и, вернее, искусственный интеллект, где вы можете, в принципе, оттуда взять тему поста. То есть, главное – правильно задать этому роботу вопрос, чтобы он дал развернутый ответ. А там вы уже изменяете под себя и, соответственно, получаете качественный пост. И, можно сказать, профессиональный. Если вы вдруг не знаете, о чем написать, это, во-первых. Во-вторых, тем очень много. То есть, почему я вообще рекомендую все-таки начинать новичкам, у которых хотят денег, и которым деньги еще нужны были вчера, со спамом. Почему? Это тот метод, который научит вас общаться с вашей целевой аудиторией. В котором вы научитесь именно… У вас будут темы для постов. Потому что есть такое понятие «работа с возражениями». И, соответственно, вот эти возражения, вы можете писать о них в своих постах. Расскрывать тему. То есть, у вас всегда будут темы для постов. Абсолютно всегда. И так далее. И здесь, как раз, выбор методов работы. Ну, вот определились, что нужно. То есть, реклама, соответственно, нужно бюджет. И поймите одно. Вот есть такое понятие, даже не понятие, а в том, что бизнес просто так по щелчку пальцев ни у кого не делается. Вы это должны понять. Мы в свое время пахали для того, чтобы мы сейчас можем положиться в рекламу, в расходку личного бренда, настройку рекламы на потребителя. То есть, не всегда мы работали вот так вот, как сейчас работаем. Вы должны понимать. То есть, на определенном этапе вы сможете себе это позволить по мере вашего роста. То есть, сделаете статус, ну, например, свобода – это когда, вот для нас, это когда мы спокойно можем 100 тысяч в каталог выжить в рекламу. Это никак не отразится. То есть, вы также можете выйти на 500 тысяч с помощью не рекламы, а с помощью там личного бренда, спама и так далее. И уже заниматься тем, чем вам хочется, вести этот бизнес так, как вам хочется. Когда есть деньги, они открывают новые вам, прежде всего, возможности по ведению вашего бизнеса. Здесь вот как раз у людей не получается еще по одной простой причине. Люди пытаются изучить сразу же несколько методов работы. Это в корне неверно. Почему? Потому что вам нужно, прежде всего, сначала научиться одному методу работы. Изучили его, запустили, работаете им. Тогда уже изучаете другой метод работы. То есть, вот так вот нужно. Никак. Если вы схватитесь сразу же и за ведение личного бренда, и за рекламу, и за спам, поверьте, нигде не получите результата. И для понимания, работает у вас этот метод, не работает, вам нужно хотя бы два месяца, чтобы понять, работает он или не работает. А вот многие еще задают, когда рейсным рекрутингом работает, буквально недавно девушка написала, «А зачем мы создаем много страниц, когда можно работать только с одной страницей?» То есть, создали на странице и не работаем. Ну, вы понимаете то, что, во-первых, у каждой страницы есть свой лимит добавления в друзья, рассылки сообщений и так далее. И здесь нужно его придерживаться. То есть, если вы с одной страницей каждый день будете добавлять друзья и ссылать в предложение, ее оба обычно заблокируют. То есть, ну, я еще не видел ни одного лидера, который спамом работал с одной страницей и стал директором. Вот, не видел ни одного. То есть, и почему мы создаем большое количество страниц, например, 50, для того, чтобы работать на них не каждый день. То есть, вы, например, создаете 50 страниц, с которых работаете с 10 в один день, с 10 в другой день, с других, вернее, с 10. То есть, так идите по кругу, по этим страницам. Во-первых, вы разряжаете эти страницы и не привлекаете на них сильного внимания. И, соответственно, они живут дольше. Наша задача, чтобы наши рекордами во странице просто жили дольше. Почему? Потому что там много думающих, которые еще не прочитали сообщения, которые могут написать и через три дня, и через четыре дня. И спросите о подробности о бизнесе, к примеру. И вот, чем дольше страница живет, тем лучше. Это, во-первых. Во-вторых, разднемся еще с тех, кто хочет именно подвигаться рекламой. Я сразу же говорил, что реклама, что роботы в социальных сетях, которые у нас добавляют друзья, рассылают сообщения. Это, как дополнительный источник рекрутинга, должен рассматриваться. То есть, чем вы больше заняты в этом бизнесе, тем лучше. То есть, и, соответственно, если вы изучили рекламу, она у вас идет, изучите другой метод рекрутинга, чтобы здесь успех, поймите, этого бизнеса зависит именно от умения рекрутировать. Если вы научитесь рекрутировать, это 90% вашего успеха. Почему? Потому что, если вы сами научились рекрутировать, вы уже сможете обучить своего новичка, который к вам придет, именно активного новичка, который к вам придет и скажет, научи меня так же, я хочу тоже научиться звать людей. Поймите одно, много кто в нашей жизни побывал в той или иной сетевой компании, даже если не сетевая пирамида, там тоже на приглашениях, много кто побывал, но у большинства проблема в том, что люди просто не умеют звать людей. Если вы научитесь и будете это показывать на своем личном бренде, то результат у вас всегда будет. И здесь вот лично мы перерывов в рекрутинге никогда не делали. То есть мы рекрутировали, рекрутировали с самого начала, каждый день. Просто вот на тот момент нам нужны были деньги. И мы работали, 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 мы не задумывались, трудно ли нам, не трудно ли. Да, нам было сначала сложно, особенно мы тоже, как и вы, в большинстве случаев начинали с нуля. Абсолютно с нуля. То есть нам не пришла сразу же готовая структура, которая, оп, вдруг появилась и начали зарабатывать. Нет, мы ее создавали, мы звали людей, мы звали на постоянность. То есть в среднем у нас, мы считали, было три регистрации в день на бизнес. Первого полтора-два года. Это я имею в виду, которые приходили на адресный рекрутинг спам. Я не говорю то, что, например, у нас бренд вообще начал давать регистрации где-то с уровня директора. Сейчас я вижу девочки, которые там и на 15%, на 12%, на 19% начинают уже получать входящие заявки. То есть почему? Потому что это есть в обучении. Это в сопровождении лидеров. Они, вот эти девочки, впитывают, как можно себя вести, что нужно позиционировать. И, соответственно, тогда этого не было. Не было результатов. И, соответственно, у нас где-то с директора начали первые заявочки, небольшие такие, не особо активные, приходить. Но, а уже где-то более активно у нас начали люди приходить по бренду примерно где-то через год активной работы. Тогда уже действительно мы открыли рубинового директора. И, соответственно, люди уже, кто за нами смотрел, надумывал больше. То есть кто-то подписывался. И почему я говорю, нужно работать разными методами. Вот и что-то даже новое включать. Но не переставать рекрутировать теми методами, которые дают вам результат в этом бизнесе. У нас началось именно где-то с директора более сильные заявки уже после года нашего активного ведения личного бренда на YouTube, на страницах ВКонтакте и так далее. Начали идти люди уже стоящие. Здесь вам нужно сначала выбрать метод, которым вы будете действительно активно работать. То есть не неделю проработали и ждете результата. А именно два месяца проработали. Смотрите, вы записываете, откуда были регистрации, заказы, какие активности. То есть запомните одно. Вот даже раньше, если мы берем две социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, работали, к примеру, да, всегда нужно брать. Например, в Одноклассниках девочки находили мало рек, а ВКонтакте много. Но когда начинали анализировать, кто начал активно работать и сколько заказов, то Одноклассники, хоть там было меньше регистрации, но оттуда приходило у человека больше активных людей. То есть с ВКонтактом, наоборот, было меньше заказов и меньше активных людей. Соответственно, хотя регистрации было на порядок больше. Здесь нужно тоже именно проанализировать метод работы. Даже маленькое количество регистраций у людей может дать рост. То есть запомните одно. То есть если вы ведете ветками. То есть потребители мы регистрируем в первую линию для улучшения своего дохода. И, соответственно, там как бы мы вот так вот регистрируем. То есть не рассматривают, регистрируем в первую линию, делая заказы, ничего страшного. А если человек осматривает, но пока не хочет работать, к примеру, мы устраиваем под ним цепочку, оповещаем его. Вам нужно в первую очередь научиться делать рекрутик. Научитесь делать рекрутик на постоянной основе. У вас отпадут проблемы с ростом. Отпадут проблемы, что нужно делать в той или иной ситуации. Вот реально они отпадут. То есть все проблемы всегда решаются именно рекрутингом. Вот выбрав метод рекрутинга, который не вам кажется вам легче. А вот где вам будет сложнее работать, где вам не хочется работать. Может там у вас будет рост. То есть очень даже часто я вам могу сказать о лидеров, которые приходят и которые есть. Говорят, я не хочу этим методом работать, у меня тут тысяча отмазок. Ну, я сразу же говорю. Здесь прежде всего вы должны сказать себе, это бизнес. И в бизнесе вы не выбираете, нравится вам это или не нравится. Если у вас настроен именно рекрутинг, еще раз повторюсь, то получается так, что вы, если изучаете новый, вы никогда не поставите тот метод рекрутинга, в который у вас идут регистрации. И даже что-то новое. Почему? Потому что, вот, например, мы один метод рекрутинга, я буквально, даже на личном примере могу сказать, им попробовал, это массовая ссылка в директ инстаграм, когда еще программы работали, а сейчас они не работают, эти программы. Мы рассылали, вот так вот мы, в принципе, нашли одного лидера, которые сейчас уже в высоком статусе у нас в команде, и они пришли после этого метода через три года. Даже вот такое бывает. То, что люди смотрели, 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 смотрели за нами, и приходят через три года. Это важно понимать, то, что если вы на постоянной основе будете делать, вести личный тренд, показывать свои результаты, то людей, которые к вам придут, именно хорошо настроенных, не те, которые, там, я хочу, и потом пропали, а именно хорошо настроенные на этот бизнес, и которые пришли, стройно понимаем, что они хотят вашу команду. И таких будет больше, 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 больше. Если у кого-то какие-то вопросы по поводу рекрутинга, ведения бизнеса, кому-то что-то непонятно, вы или пишите, или голосом задавайте. Ну вот смотрите, рекрутинг ВК, также создаем одна брендовая должна страница, которую вы не будете рекрутировать, создаете рабочие страницы, как наполнять рабочие страницы ВКонтакте. Все очень просто. То есть вы пишете посты на своей брендовой странице, а когда вы заходите на страницу рекрутировать, вы делаете несколько репостов со своей брендовой страницей, тех постов, в которых вы не репостили на страницу. Вот так вот наполняются страницы постами. То есть и если вас, к примеру, не вот сети, а человек хочет, он увидит то, что с другой страницы был репост, он переходит и может написать вам на брендовую страницу. То есть здесь важно. Не советую добавлять большое количество людей, то есть по 50 человек, а там есть лимиты в сутки. Но советую 20-25 друзей добавлять. И также, как и в ВКонтакте, и в других социальных сетях, давать как минимум 5 дней перерыва между рекрутированием. Для этого и создается большое количество страниц, чтобы страницы были разгружены в работе. И думающих, которые у вас пишут, я подумаю, вы всегда дарите свою ссылку на основную страницу и прощите сюда добавиться, чтобы не потеряться. То есть это очень важно. Почему? Потому что ваш бренд тоже от этого зависит. Потому что те люди, которые думают, они потом к вам могут прийти. И чтобы их не потерять на рабочих страницах, главное, чтобы они добавлялись на уже ваши брендовые страницы, в любой социальных сетях. Как правильно сделать у входящих? Ну, что могу сказать? Входящие заявки – это такое понимание покупателей, бизнес-партнеров. Если покупатели, это реклама. То есть и только реклама. И зависит от вашего бюджета. Если на бизнес, вы должны сделать уникальное бизнес-предложение тем, кто увидит ваш пост. Но это все равно, если быстро, то это только с помощью рекламы. Если вы нацелены на результат, на более дальновидный, это все-таки со временем к вам люди придут, будут приходить. По поводу входящих заявок. Это, ну, если все правильно делать, и прежде всего, чтобы это было на постоянной ценове, пусть у вас будут люди, которые приходить не, как говорят, по пять партнеров в день, а хотя бы там сначала по одному раз в два дня, то нужно вести личный бренд и показывать людям результат. Если у вас не будет… Что такое вообще входящие заявки? Это еще тоже… Личный бренд тоже настаивался на поток входящих заявок, но вы должны быть экспертом в той или иной степени. То есть вы должны показывать результат, что вы сможете научить человека рекрутировать, расти в компании. То есть на пустое место люди просто так не пойдут. То есть под каждым вашим словом должен быть факт. Извините, но некоторые говорят, на стои входящий поток заявок, покупательную систему. Это то же самое у нас есть в компании, в обучении, во-первых. И автоворонка у нас есть на промо-фоберлик в разделе ссылки, когда люди могут подключиться к боту и получать информацию о бизнесе. Это все есть. Другое дело, когда тоже я вот, например, не люблю что-то продавать из своего обучения. Для меня это не бизнес получается, а наемная работа. Ты ищешь человека, кому продать. То есть для меня это совсем не то. То есть я заинтересован в том, чтобы мои партнеры как можно больше зарабатывали именно с помощью фоберлик и с помощью увеличения товарооборота этих людей. То есть входящий поток заявок прежде всего выйдет тогда, когда вы начнете показывать свой результат. И он будет увеличиваться по мере того, как вы сами рекрутируете разными методами работы. И это будут более активные люди. Как мотивировать на регистрацию на бизнес, если сама еще в самом начале? Понимаете, что могу сказать по поводу в самом начале? Мы тоже начинали с нуля. То есть мы говорили как есть. Мы тоже в самом начале были. Мы всегда говорили правду. То есть правда на людей влияет очень сильно. Никогда не нужно приукрашивать. Нужно говорить как есть. Можно говорить к чему вы стремитесь. Но так и написать. Я стремлюсь, например, в эти полгода стать директором. То есть это вполне нормально. Ваша цель, которую вы с человеком обсуждаете. Это вот нужно понимать. Нужно всегда говорить. Даже если вы у вас придут, к вам все равно придут те люди, которые вам нужны. Если вы будете звать людей на бизнес. Просто поймите одно. На что вы зовете, на то люди идут. Как вы активно зовете, зависит вашу. Для того, чтобы ветка росла, нужно как минимум 10 регистраций в каталог проводить в эту ветку. Запомните. Научите сначала 10, потом начнете 20 проводить. Вы настроите поток даже с помощью спам-методов потока партнера. Ваша задача показать людям рост. Показать там. Даже если ничего не сделали, поставить с тремя процентами, с шестью процентами, с девятью. Это вот так вот сразу же не делается. Бизнес, который растет и сильный, он за 2-3 месяца не делается. Он делается за пару лет. Вы это должны понять. Вложив пару лет активного бизнеса, активных действий в свой бизнес, результат всегда будет. Всем здравствуйте. Антон, такой вопрос. На промо Фаберлик у вас новое обучение, в котором есть автоматизированные методы работы. Вот, например, ВКонтакте меня интересует. И там есть, как работать программкой три бот. То есть забиваешь туда странички и эта программка за тебя добавляет в друзья. То есть можно там разделить прям по блокам. Один день там одно количество страниц приглашает друзья там или по группам или в друзья. Второй день другое количество страниц. Там есть небольшие ролики, как, допустим, в эту программку внести странички, как их настроить, настроить первое сообщение. Но вот целиком, как это все работает, такого видео нигде найти не могу. Не могу в чатах найти людей, которые бы работали, у которого можно спросить совет. Потому что у меня почему-то не могу настроить, мне не дает. То есть все ввела, а запускаю, у меня ничего. Я уточню это видео, просто я это не раскладывал в обучении. Может быть, есть кто-то, кто работает таким. А там нет, но обычно те боты, которые делаются, у них есть обучение на самом сайте этой программы. Вот мне кто-то где-то не могу найти. Я уже вот неделю бьюсь с этим. Мне так охота поработать этим роботом, потому что это намного облегчает хотя бы добавление в друзья, а потом уже дальше самим вести диалог. Вика, напиши запрос, чтобы я не забыл в личку по поводу этой программы и где она. Хорошо. Чтобы я понял, у кого спросить можно. Спасибо. Так, приглашать на бизнес или миксовать превышение на продукт. С одной стороны, смотрите, если хотите миксовать, миксуйте. То есть, это хорошо дает результат, когда у вас, как я и говорил, 10 регистраций на бизнес проходят. То есть, можно миксовать для мотивации ваших бизнесов, которые пришли на людей на бизнес, но если вы будете, у вас будет, например, проходить одна регистрация в котово на бизнес, а 25 на продукт, это совсем не то. важно, чтобы потом было на кого передать. И чем больше бизнес-партнеров там будет активных, тем вам вообще потом будет людям передать эту ветку, чтобы, например, вывести 12-15% увидели, что они рекрутируют активно. Сначала сказать, давайте мы вместе будем вести ветку, там, например, две-три регистрации в котлово вносите в эту веточку, остальные регистрации в свою вторую веточку. и так далее. Вот в таком формате, потому что после того, как вы перестанете регистрировать в эту ветку, вы должны знать, что эта ветка будет исти без вашего участия. Запомните, люди чувствуют, если вы что-то скрываете, и люди идут к активным людям, которые активно позиционируют себя в этом бизнесе, которые сами активно рекрутируют. Просто задайтесь вопросом, еще вот вам лайфхак для того, чтобы получалось результат, любой результат, вообще во всем, не говоря. То есть, если вы хотите результата, во-первых, вам нужно понять, что вы предлагаете людям качественный продукт, высокого качества продукта, по приемлемой цене, быть уверены, в каком вы проекте находитесь. У вас возможностей вот с нашей платформой очень много. Таких возможностей нет ни у кого. Когда у вас уверенность появится в себе, в продукте, в компании, в проекте, вам будет рекрутировать намного проще. Когда человек знает, что он продает, почему мы говорим, то, что покупать все равно нужно. Если человеку понравился продукт, ему проще работать, ему проще предлагать его другим людям. Если человеку не нравится продукт, вот это сложнее. Но нравится, например, компания, маркетинг, это сложнее. Когда человек полюбил продукт, ему проще будет звать людей. Так, если у меня нет времени, сидеть и спамить. Да, я и не хочу этим заниматься, я считаю, прошлый век. Ну, ты понимаешь, если не хочешь, ну, это, конечно, уже тебе решать. То есть, но для того, чтобы был результат, вот я понял, что воронка, нужно организовать трафик, чтобы получать хороший результат. А как организовать трафик? Это или розыгрыши на своей странице, чтобы люди подписывались, это деньги, опять же, деньги. или рекламу запускать на личную страницу, для того, чтобы люди подписывались. Здесь это нужно понимать. То есть, это не прошлый век. Люди по-прежнему с помощью спама растут. Просто, понимаешь, есть такое понимание, то, что, если человек научился общаться и доносить информацию с помощью спама, я не говорю, не нужно, вот мы, единственный наш шаблон, даже в самом начале, это был шаблон предложения. Просто предложение, бизнес-предложение, а дальше мы уже никакими шаблонами не пользовались. Мы переписывались так, как с вами общаемся, где-то голосовыми, где-то перепиской и так далее. То есть, у нас не было шаблонов дальнейших действий, мы просто переписывались с человеком по факту, если вы научитесь с людьми общаться в социальных сетях и доносить им правильную информацию, то это метод порой даже лучше личного бренда. Да, он занимает немало времени. С помощью него вот лично мы вышли на статус партнер. С помощью этого метода. С помощью сначала спама, потом личный бренд еще подключился, давать регистрации, но до уровня партнер мы спамим. И мы этого не скрываем. И спам давал много контента для снятия видеороликов, для постов и так далее. Ну, еще зависит с модели. Никогда не нужно скрывать, почему, например, в другой компании и постовали, потому что люди постоянно там учат скрывать название компании и так далее. Мы же рекомендуем людям сразу же писать название в первом же сообщении человеку. Всегда. Люди, когда от них ничего не скрывают, какую компанию зовут и так далее, они проще начинают относиться к тем же кому кто им это предложил. Реально проще. И здесь вот это нужно понимать. Мы сразу же говорим в первом же сообщении пишите. Вы сразу будете работать с теми людьми, которые действительно хотят узнать подробности. Это отсеивать тех, кто для интереса что это за компания и так далее. Теряется время. Ваше же. А когда человек увидел какая компания, с какой компанией написали, что предлагают, люди уже проще начинают относиться, они уже не посылают. Да, есть кто посылает ввиду своей невоспитанности. Это везде люди такие. Есть человеческий фактор. Да даже ведешь личный бренд тоже одна тут недавно написала хватит припеваться нашей фамилии. Вы же сто процентов не Кононова Аня написала. Вот так смешно получилось. Ну получилось некоторые вот так после потраченного смысла. Ну значит не тех людей просто нашли. Блокировки они к ним нужно относиться проще. Это как расходный материал. Большинство людей ездят на работу. Тратят 30 рублей в одну сторону на работу. Они же не говорят то, что вот я потратил деньги туда и обратно. Это уважение. Никто это не рассматривает. Так же и здесь. Но заблокировались ничего страшного. В этом не случилось. Конец это расходный материал. Еще раз. Если у вас получится, если кто будет активно работать, у него обязательно получится. И будет успех в этом бизнесе. Не всегда вы будете работать методом спама. Не всегда. Когда вы выйдете на определенный доход. Например, нужны деньги. вышли с помощью спама на 30 тысяч. Вы готовы 10 тысяч дополнительно в рекламу вложить. Вы вкладываете. Здесь всему свое время. Как мы и говорим, вышел на доход. Чтобы перейти на другой метод рекрутир вам нужно увеличить доход. Сделали там например 200 тысяч готовы 50 тысяч на рекламу. Все вы можете поменять спокойно метод рекрутирования и также и ваши партнеры могут делать. Поймите одно. Даже если вы не хотите работать к вам придут люди которым нужны деньги были еще вчера. Они не готовы будут большое количество денег тратить в рекламу потому что им деньги нужны. То есть метод спама это такой метод который меньше всего финансово затратный но больше сдачивается времени. на создание страниц на рекрутирование на них. Если мало регистрации значит нужно посмотреть метод или добавить метод рекрутирования какой-то дополнительный или этот метод как-то более масштабировать. Вот видите просто для каждого человека есть свой метод работы который он который бы он работал. То есть все мы разные у всех по-разному заходит у кого-то реклама заходит у кого-то личный бренд заходит у кого-то спам заходит поэтому у нас представлено на платформе очень большое количество методов работы. у кого-то прят офлайн методов то есть они говорят мы хотим работать офлайн мы не хотим интернет и это нормально просто для чего у нас эти методы есть для того чтобы охватить как можно большее количество людей чтобы люди попробовали и там и там и там у кого где зайдет и мы не знаем у кого где зайдет вы должны понять потому что когда вы идете в социальной сети кого-то звать вы даете человеку возможность а не он является решением всех ваших проблем вообще вы даете человеку возможности а дело принимает человек или не понимает это его и еще одно всегда под любым вот даже если разобраться в любом методе работы есть свои минусы давайте разберем это например реклама это вложение и причем для роста например человек который только пришел не маленький личный бренд тоже не все умеют снимать для себя показывать свою там личную жизнь какую-то часть личной жизни вернее и так далее тоже не все могут или себя на камеру снимать выходите в прямые эфиры как сейчас мы с вами общаемся не все это могут не все могут переступить через это не все могут создавать большое количество и рекрутировать как писали выше да но на каждого человека есть свой вариант работы поэтому все равно нужно пробовать действовать ваша задача не думать то что это старые методы работы потому что к вам придут новички которые скажут я хочу этим методом работ у меня на это есть только возможности и вы должны это уметь то есть если вы умеете работать этим методом для вас же лучше если вы не умеете работать этим методом своим новичкам только один метод работы это отсекает очень большую часть людей Мы можем тоже сказать, мы предлагаем столько рекламы, предлагаю тебе только рекламу и все. Сколько человек уйдет, которые даже заинтересованы были к нам? Очень много. Потому что 99% людей, которые к нам приходят, такие деньги, даже 10 тысяч рублей в месяц, не могут выделить на рекламу. 99% людей, которые приходят. Поэтому здесь нужно понимать, что методов много. Нужно выбирать, во-первых, по загруженности, по финансам, потому что сюда приходят люди зарабатывать и не брать. Это уже потом, когда человек начинает зарабатывать, у него уверенность появляется, он потихонечку начинает подключать еще рекламу дополнительную и так далее. Но нужно работать несколькими методами. Давайте еще обратно вернемся в эту тему. Когда вы работаете несколькими методами работы, вам будет проще потом научить новичка. Научитесь просто рекрутировать. И вы увидите рост своей команды. И вы поймете, когда настройте рекрутить, в течение трех каталогов, какой у вас пойдет рост. То есть, чем активнее вы просто сконцентрируетесь на поиске бизнеса, партнеров, тем лучше. Научитесь звать одного человека на бизнес в день. Не в каталог, в день. Вы увидите, как в ветку вы сможете за 3-4 каталога вывести на 9% вы это увидите. Научитесь больше звать людей. Вам лучше. Просто нужно поставить цель, которую вы хотите сделать. Еще советую, как раз по поводу блокировок, иметь страницы в нескольких социальных сетях. Потому что, когда заблокировали одну социальную сеть, вы уходите в другую просто социальную сеть. Пока стоит успокаиваться. Вы создаете просто страницы, восстанавливаете и работаете в других социальных сетях. Ну все, давайте всем пока-пока. Продолжение следует...